Значит, дополучить эту любовь вы сможете уже самостоятельно. Став для себя добрым внутренним родителем, которого вы были лишены в реальности со своими биологическими родителями. На время, и в том числе быстрая, короткая терапия призвана к тому, чтобы вы слишком-то в меня тоже не залипали, не привыкали и не впадали в зависимость. Я выполняю эту промежуточную роль, такую компенсаторную, доброго родителя, любящего родителя. Это уже терапевтично, это уже терапия. Ну а самое главное, мы отсекаем вас от токсичных родителей, эту пуповину отрезаем, изгоняем вашего злого внутреннего родителя, который целиком и полностью скопирован с вашего реального родителя. Критикующего, обесценивающего, злого, злобного, манипулятора, ну и так далее. И там, на этом месте вы отращиваете для себя собственного внутреннего доброго родителя для своего внутреннего ребенка. Это занимает определенное время, с одной стороны, но нам нужно сместить вот этого злого родителя, реального, с ним разобраться, завершить их конфликт, этих родителей нездоровых и абьюзивных, с вами. Очень большая ложь и гипноз заключается в том, что они-то вам внушают, что это у вас с ними конфликт. А на самом деле это у них конфликт, вот у таких матерей с вами. Мы с этим разбираемся, завершаем этот конфликт правильно. Реагируем, выпускаем из вас невыраженные, непрожитые аффекты, разряжаем вашу психику, вот этот тревожный контур. Выгоняем, метаболизируем из вас старый, загнанный адреналин. И возвращаем вам внутреннего вашего ребенка и отращиваем доброго, функционального, любящего внутреннего родителя для этого внутреннего ребенка. Вот этот символ троединства человека, как некого схематичного подобия внутреннего диалога, который происходит между внутренним ребенком, между внутренним родителем и между внутренним взрослым, между этими условными, символичными, символическими, субличностями такими. Вот это называется внутренний диалог, который происходит внутри каждого человека. И когда вы слышите голос своей матери гипнотический, который вам говорит, ну что дура легла на диван, иди по полы мой, иди, что-нибудь делай, аж ты нос-то как у отца, ноги-то кривые, замуж не выйдешь, сука. Это внутренний диалог, вы слышите. Голос вашего злого, токсичного, абьюзивного внутреннего родителя, который полностью скопирован, как я уже говорил, с реального вашего родителя, с вашей матери. Вот нам нужно убрать этот голос, его вычистить, на него отреагировать и его заместить впоследствии. Вы сами способны дать семье любовь самостоятельно. Да, у вас, вы такие, мы, психоэмоциональные сироты. У нас как бы номинально родители есть, но в полной мере, или абсолютно, свою функцию эти родители не выполнили. А главная функция это всегда любовь.